Русские новости В связи с тем, что после выборов обнаружился определенный синдром, я решил опубликовать запись, которая раньше не была обнародована, связанная с моментом выдвижения Павла Грудинина, или точнее его поддержки, национал-патриотами. На второй съезд национал-патриотов, когда должно было происходить выдвижение кандидатов в президенты, Павел Николаевич не приехал, сказавшись, что у него внезапно нагрянула проверка в совхоз, и без него эта проверка уж никак не могла обойтись, ему там надо было почему-то присутствовать. Но потом, после официального выдвижения его со стороны КПРФ, он пришел к национал-патриотам, 23 декабря он выдвинулся, 28 декабря он пришел на собрание ПДС и ПСР, и там состоялось довольно короткое обсуждение. Павел Николаевич ответил на несколько вопросов, выслушал несколько выступлений, потом вынужден был опять уйти, что-то у него опять было срочное, и наше обсуждение уже потом происходило без него. Сначала Павел Николаевич сказал несколько слов, вот они. Только стоя на двух ногах, мы можем дойти до светлого будущего. Спасибо вам большое, что вы меня посчитали возможным сделать, ну скажем так, поставить главу этого войска, но на самом деле войско не главой, не первым человеком, а всем, что идет вот общим клином. Юрий Ильич мне сегодня это объяснял, что вот так вот, это устойчивая система, ну вот тут будешь ты. Поэтому я готов принять удар на себя, и большое вам спасибо за доверие. Обязуюсь оправдать. Спасибо большое. Задачу он свою в тот момент понимал совершенно правильно, что есть одна опора для него, это КПРФ, другая опора национал-патриот. Мы выстраиваем подпорку вот того острия, на котором находится Павел Николаевич. Мы его подпираем с разных сторон. Не объединяясь с коммунистами, мы еще раз подчеркну, вот что все время люди пишут мне, никакого альянса с коммунистами у нас не было. У нас был альянс только с Павлом Грудининым. Далее так уж вышло, что я был первым, кто выступал с репликами и вопросами к Павлу Грудинину. У меня вопросов никаких не было. Надо формировать было штабы, надо формировать было позицию на выборы. Владимир Васильевич Квачков выразил полную поддержку Павлу Николаевичу и сказал, примерно цитирую, «всем вместе против жидолиберального режима». Это его риторика специфическая, за что его и судят совершенно неправедным судом. Но тем не менее он такую установку высказал, хотя знает, что далеко не все его соратники последуют этому совету. Второе суждение. У вас, Павел Николаевич, историческая миссия может возникнуть, но вас могут и желают, и страстно многие желают превратить в театральную марионетку. Для того, чтобы просто сыграть в эти выборы очередной раз, как это было всегда. Поэтому на вас большая ответственность. Третье. Последние дни, ну совершенно несколько ошибок, надо признать. Вот Юрий Юрьевич об этом тоже говорил в одной из передач. И я видел, как утекает национальный электорат из тех, кто мог бы вас поддержать. Поэтому рекомендация. Необходимо убрать партийно-советский символизм из речи. Все идеологи, мы символы и так далее. Потому что они в сути не отражают, а людей раздражают. Ну, по крайней мере, вот наш фланг. И четвертое, это рекомендации для размышлений. Если мы играем не в выборы, а действительно в проект восстановления России, как великой державы, то первое, надо думать о выборах после выборов. Потому что эти выборы заведомо не могут быть справедливыми. Следовательно, стоит, я думаю, когда-то сказать, что если я выиграю, я через три месяца пройду новые выборы, освободив при этом всех политзаключенных. И иллюстрируя всех тех, кто унижал нашу страну и предавал ее, и коррумпировал государственную власть. Второе, это стоит сказать о независимом суде по избирательным спорам, потому что сейчас все судьи являются назначенными одним из кандидатов. А это, сами понимаете, конфликт интересов, если эти судьи будут разбирать подобного рода конфликты. И третье, если избирательная кампания зайдет в тупик, если будет видно, что заведомо несправедливая, заведомо фальсифицированная кампания, то надо из этой кампании выходить и объявлять о невозможности участвовать гражданам в голосовании в таких условиях. Мы можем признать итоги только честных выборов, а после бесчестных власть нелегитимна. И в какой-то момент вполне возможно, что ситуация сложится, и стоит тоже запланировать возможный такой ход. Все, спасибо. Сейчас понятно, что эти рекомендации были абсолютно правильные, если бы Павел Николаевич их придерживался, результат его был бы иным. Я говорю не об официальном результате, а о реальном результате, который можно было бы с помощью социологии выявить. Но ни сам Павел Николаевич, ни те, кто контролировали его избирательные средства, не считали возможным и необходимым проводить социологические исследования. Понятно, что официозные исследования в ЦИОМ не вызывают никакого доверия, а хоть кто-нибудь, хоть какая-нибудь независимая компания проводила исследования, ни зарубежные исследователи не финансировали, ни другие конкуренты по избирательной кампании, никто не проводил социологических исследований. Это говорит о том, что людям и не нужны были реальные данные по их популярности. Они рассчитывали, все без исключения участники избирательной кампании, на то, что им власть сколько-то отсыплет. Это воля той самой власти, которая отсыплет. А что на самом деле думают люди, сколько голосов они готовы отдать каждому из кандидатов, никого не интересовало. Это одно из открытий этой избирательной кампании. Даже экзит-пулы, которые раньше проводились и независимыми исследователями, и финансировались из избирательных фондов, и независимые источники финансировали, чтобы узнать на самом деле по экзит-пулам, совпадает то, что говорят граждане о своем голосовании. У них фамилию никто не спрашивал, спрашивают только, как проголосовал. Ну и еще некоторые социально-демографические данные. Никого это не интересовало. То есть получается, что образовался какой-то сговор. Никому не интересно мнение граждан. И я понимаю, что оно не интересно правящей группировке. Поэтому то, что они объявили, не имеет никакого отношения к мнению граждан. Но почему всем остальным это было неинтересно? Социология обычно вскрывает все вот эти фальсификации, которые потом выделяются только по косвенным данным, по статистике. Хотя мы и без всяких данных. Вот нормальный человек, самодостаточный и достойный. Он как выдох просто произносит, что я не доверяю этой власти, и поэтому эти выборы считаю фальшивыми, а следовательно и власть самозванной. Это естественно. То, что после выборов Грудинин и Зюганов объявили, что выборы были нечестные, но на них победил Путин. Ну, дальше ехать некуда. Это позорище. А вот как все начиналось, с какими мыслями я лично входил в эту избирательную кампанию, тоже было в моих выступлениях на том же самом заседании ПДС и ПСР, где вроде как собрались люди-то все хорошие, но никто из них, практически мало кто из них, занимался реально избирательными кампаниями и знал, как это делается. Ну, поэтому они, в общем-то, и нигде не были задействованы, и порядки самозанятости тоже как-то не поучаствовали в избирательной кампании. Ну, кто-то что-то пытался там порекомендовать Грудинину, какие-то бумажки засылал, но это все в избирательной кампании просто тонуло в хаосе, который был организован штабом КПРФ. Ну, видимо, именно для того, чтобы здравые рекомендации не дошли до Павла Николаевича, и надо было его замотать всякими этими поездками, интервью, чтобы он не смог мозгом шевельнуть и хоть немножко подумать, а ради чего всем этим он занимается. Он что, соучаствует в том, чтобы заморочить голову гражданам и получить оскорбительный подарок в виде чуть меньше 12% голосов избирателей? Ну, это же нелепость. Ну, вот то, что я сказал. Экспертная комиссия – это все хорошо. На самом деле написано уже просто прорва всего, и у меня такое ощущение, что написано все на самом деле. Просто берешь конкретную разработку и отдаешь. Или там ее поработал полчаса, ужал там до тезисов и все. То есть все уже есть. Но мне кажется, что самая большая проблема штаба – это, собственно, работа этого штаба, а не экспертных комиссий. Я довольно близко видел, как происходила борьба губернатора Зубова с Лебедем, который приехал в Красноярский край. Я видел, как там зализывали этого Зубова всякие проходимцы. То есть приходили, начинали рассказывать про технологии, что-то там рисовать, какие-то схемки. Сидели администраторы такие из регионов, приехавшие с открытыми ртами, смотрели, как московские политтехнологи там рассказывают, рисуют каких-то человечков на обоях прямо там. Мне кажется, что мы бы здесь как раз должны были не позволить, потому что в КПРФ там такой братвы полно, которые прибегут и будут вылить все открытые, в том числе и закрытые места. Я просто вижу опытным взглядом, что есть над чем работать. Я думаю, что и вы тоже видите, и в порядке, как ответ на вопросы идет, имиджевые какие-то вещи. Мне кажется, что надо поработать именно в избирательном штабе. А как специалисты, народные лидеры у нас есть, они же все специалисты, но они должны все свои разработки выдать в тезисной форме. И при подготовке к конкретной передаче по конкретному или конкретному выступлению по конкретной теме, вот эти люди где-то рядом и должны оказаться с этими тезисами, подготовить, обговорить, как такая тренинговая команда. А сам штаб должен вовремя эту тренинговую команду собирать, чтобы люди были под рукой в тот самый момент, когда они нужны. Друзья, среди нас немного людей, которые участвовали в организации федеральной избирательной кампании. Я вот один из таких оников, Владимир Иванович, наверное, но больше-то нету. Ну да, вот есть, но несколько, несколько человек, ну потом вы тоже прикиньте, на каком уровне, да, то есть что вы организовывали в этот момент. Кто в этом участвовал, вспомните, что было ключевым. Но никакие не региональные штабы. Ключевые, вот все деньги на самом деле, а их всегда не хватает, они все идут на телевидении. Ну все просто идут. Поэтому сейчас вот ключевой момент, если бы я на месте Грудинина был, что бы я бы, или рядом с ним бы сидел, что бы я бы порекомендовал, я бы ему сказал, срочно надо создавать сценарии видеороликов, срочно их снимать, снять штук 20, из них оставить штуки 3. Вот к моменту, когда его зарегистрируют, эти ролики должны уже размещаться. Заплату, бесплатное время и так далее. Это 90% всего успеха, вот пропаганды. Что в регионах, что в регионах можно сделать? Там будут обсуждения какие-то, кто левый, кто правый, это бессмыслится. Там жестко должна быть военная дисциплина и назначение. Там никакие разговоры, кто там будет. Сверху назначается руководитель. И все. Не хочешь с ним работать, иди отдыхай. Хочешь с ним работать, получаешь задание, идешь там с плакатиком, там ты постоял, молодец. Все. А больше ничего. Тратить на регионы, уверяю вас, если какая-то толика от вот этого избирательного фонда туда пойдет, это будет большой успех. Но может быть это будет и самая неэффективная трата. А то, что сейчас самое важное, это имидж кандидата. Какие будут ролики, с кем и как будут подготовлены дебаты его. Каждого его оппонента надо изучать. И психологически надо изучать. То есть это не простая штука. Просто там взял ему что-то порекомендал из общих соображений. Это работа. Это изучение противника, его обычных риторических приемов, его идей, разведка, чего они там планируют и так далее. Вот в этом направлении должна пройти работа. А в регионах для нас, что самое важное, мне кажется, сохранение региональных структур в рамках нашего проекта народные лидеры. Мы должны его продолжать как в центре, так и на местах. А на местах это будет кадровый резерв, который мы должны готовить. И может быть это будет один из весомых аргументов нашего кандидата, который скажет, я работаю, вы не думайте, что вот все, все будут сидеть по своим местам. Я выиграю, и вы там просто переобуетесь, и все будете на своих местах. Нет, вот мы готовим смену. И это будет удар по тем, кто думает, а как дальше выживать после Путина. Они тут же завибрируют. А уже есть кадровая смена, что-то надо делать, может перебегать уже на другую сторону пора. Поэтому я предлагаю особенно не вникать в региональные вопросы. Мы просто должны сами свою структуру поддерживать. Если будет какая-то возможность, хорошо, скорее всего, не будет. Сконцентрироваться надо на том, о чем я сказал, как бы на высоких политических технологиях, а не на массовке, которая разнородна, которая непрофессиональна, которая может вывести красными флагами, напугать одну сторону электората, или какими-то там похожими на свастики символы, напугать другую сторону электората. Вот это будет ошибкой. И здесь как раз из центра нужно будет все время прокачивать, чтобы таких ошибок не делали, чтобы все время складывали потенциал, а не разделяли его. Постфактум теперь смотрим, Павел Николаевич выполнил хотя бы один пункт из того, что он обещал, то, что он подписал. Конечно, составлен документ был этих обязательств. Вот я к нему не приложил руку, может быть, поэтому он составлен был кособоко-кривобокой. Поэтому позволяет толковать и так, и сяк. Но, к сожалению, это так. Но если смотреть на прямой смысл тех пунктов, которые Павел Николаевич подписал перед национал-патриотами, речь шла о плотной работе во время выборов, о создании, о участии национал-патриотов в избирательных штабах, и о дальнейшей работе вместе с народными лидерами, которые тоже и на выборной кампании должны были быть представлены Павлом Николаевичем, по крайней мере, хотя бы представлены. Но и после выборов. Все пункты, за исключением последнего после выборов, не выполнены. У нас был, конечно, заместитель начальника штаба кандидатов президента Грудинина. Им был назначен Владимир Филин. Но реально он не был заместителем Зюганова, который объявил себя начальником штаба. Но как начальник штаба он просто ноль. И как такового самого штаба тоже не было. То есть были ответственные по направлениям, которые тоже были назначены Зюгановым. Просто назначены. Без всяких консультаций. С Грудининым или с национал-патриотами. То есть в штабе национал-патриоты представлены не были. Как специалисты, народные лидеры, в состав которых входил Грудинин, и все это было детищем Юрия Болдырева, который опирался на поддержку национально-патриотических сил, постоянно действующего совещания, тоже не оказались рядом с Грудининым. Их просто не было. Был рядом из всей этой когорты только Болдырев, изредка Филин, и все. Остальные полтора десятка человек, весьма достойных людей, вообще не появлялись рядом с Грудининым. Ну и что же это было за избирательная кампания, что это было за исполнение обязательств. И вот выборы закончились. Со стороны Грудинина был ли призыв к тем, на поддержку, кого он рассчитывал перед выборами, собраться как-то, обсудить результаты? Ничего не было. Народные лидеры как будто исчезли, как будто они не интересны никому. И штаб НПСР, или там ПДС НПСР, который был сформирован в конце концов с большим опозданием, поскольку нам заморочили голову вот этим якобы единым штабом, отдельно от КПРФ, тоже не предпринял никаких усилий, чтобы собрать народных лидеров. Кого, собственно, НПСР и двигало вперед в виде команды, народного правительства. Ничего этого не было сделано. Это одна из причин, почему я покинул НПСР. Потому что я не отказываюсь от того, что я в команде народных лидеров, что я могу быть в дальнейшем, если эта команда сформируется, скажем, вокруг Грудинина, ради бога. Я готов в нее войти и продолжить работу. Но когда и сам штаб НПСР занимался черт знает чем, и я об этом говорил, что не надо заниматься ерундой. Если вы свою региональную инфраструктуру поднимаете, это одно. Но когда вы начинаете мучить людей, чтобы они вам какие-то справки присылали, занимались какой-то чепухой, то это как будто работа на врага. Я это неоднократно говорил в вежливой форме, сейчас в более грубой говорю, что не только штаб КПРФ работал против результата на выборах, но и получилось, что штаб НПСР тоже работал весьма странно. Весьма странно. И реально вклад в избирательную кампанию вносили в основном не штабные работники, которые занимались непонятно чем, и даже последняя листовка, которую выпустили наконец, все-таки по закону, выпустили листовку так, как полагается, с портретом Грудинина только. Зачем? Эта имиджевая реклама в последнюю неделю перед выборами, это просто чепуха. Не надо было это делать, лишняя затрата денег. Так вот и штаб НПСР тоже работал непонятно как. Не работал с народными лидерами. До кандидата доступ был какой-то то ли странный, то ли монополизированный, для чего непонятно. Грудинин даже ни разу не пришел в этот штаб, чтобы что-то там обсудить. И вот теперь Грудинин еще идет и к Путину, и по его словам он просит освободить Квачкова. Был статус до завершения выборов, был статус кандидата в президенты. И с этим можно было выступать публично. С этим можно было публично обращаться к Путину. Да и не публично можно было обращаться. Как угодно. Но чего ж сейчас-то уже. Пойти к своему конкуренту, признать поражение свое. И при этом сказать, что выбор не честный, а поражение признают. Но это нелепость. Это обнуление своего политического статуса. До сих пор сейчас еще масса людей, которые готовы там за Грудинина в тряпки порвать. Но это все рассосется, как поствыборный синдром. Но на чем тогда, в каком статусе Грудинин останется. Ему придется снова идти работать в свой совхоз. Его там будут потрошить, там уголовные дела. Будут его истязать и обнулять. То есть он фактически, приняв участие в этих выборах, получается, всю свою жизнь решил обнулить? Или он все-таки хочет остаться политиком? Если хочет остаться политиком, не надо ходить к Путину. Но если уж даже пошел, надо сказать, я готов на какие-то действия. Если вы отпускаете Квачкова, то есть поставить условия, а не просто так попросить, ну освободите Квачкова, пожалуйста, Христа ради. Да не освободит. Не освободит. И всем своим конкурентам, что там разговоры были, предоставит какие-то возможности участвовать в политической жизни, участвовать на государственной службе. Это смешно. Такого не было никогда и не будет вновь. Реальные-то цифры, можно представить себе, какие реальные цифры были на выборах. Мои расчеты, я там пользуюсь разными методами, говорят о том, что Путин получил и не меньше 30%, не больше 35%. И Грудинин примерно столько же, от 30% до 35%. То есть они вровень закончили эту избирательную кампанию. И если бы был второй тур, то Грудинин бы победил. В этом сомнений нет. Поэтому разговоры о том, что какая-то не совсем такая избирательная кампания, избирательная кампания привела снова к власти узурпатора, самозванца. И Центральная избирательная комиссия сначала и до конца выполняла эту функцию. Заморочить головы людям. И все это правдолюбие со всякими там картинками, которые там мелькали на множестве мониторов, это для отвода глаз. Для отвода массовой фальсификации. Самыми разными методами. Они на этот раз использовали все. Они знали, что Грудинин слишком популярен. Надо опустить его как можно ниже. Как можно больше клеветы, причем такой заунывной, и на одной и той же ноте, что на самом деле сильнее всего действует. Тут разнообразная клевета. Нет, она не подходит. А вот если одну и ту же струну дергать, 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 то она начинает звучать в мозгах у людей. И счета, собственность, олигарх, миллиардер, обманщик и так далее обидел колхозников, обидел еще кого-то. Вот на этой струне они и продолжали действовать. Грамотная политтехнология, подлая, за это надо не только сажать в тюрьму, но и сечь на площади, но она сработала в какой-то части. Небольшой, надо сказать, но все-таки сработала. Массы вот этой карусели, в которой участвовали должностные лица, участвовали учителя, поэтому вы понимаете, почему не учат ваших детей в школах. Родители, те, кто имеет детей школьников, могут это подтвердить, если так немножко подразберутся, почему никакого образования школа не дает. Ну, потому что учителя вот такие, они занимаются вбросом этих документов, они формируют эти избирательные комиссии, где прямо говорят любому человеку, который хочет по-честному, говорят, ты что, не с нами? А, ты не с нами. И тогда бойкот, ничего не показываем, везде мешаем и так далее. То есть люди не на стороне закона и справедливости стоят, а на стороне начальства, которое им выдает зарплату. Они думают, что это не мы платим, налогоплательщики им зарплату, а Путин им платит. И вся та сволочь, которая им выдает через окошечко кассы, всю эту наличку весьма скромную, но, тем не менее, еще и там премию подкинули. Так же и с полицейскими. Их просто автобусами возили, они голосовали. И целой командой были созданы карусельщиков, которые якобы у себя на родине не могли проголосовать, взяли открепительные талоны по десятками штук, и на автобусах тоже их привозили, и они все это дело крутили. У нас нет опытных наблюдателей, которые бы все это записывали, это целая наука. Кроме этого, кроме отсутствия опытных наблюдателей, еще работали вот эти КАИБы, которые говорят, это просто сканер, он просто счетчик. Это вранье, это не счетчик, это координированная система, которая тоже предназначена для того, чтобы имитировать выборы, в том числе и статистику голосования. Это было задействовано, хотя и здесь статистика несколько перекореживалась и статистическими методами уже разобрались, уже специалисты показали. Ну, где-то вот по этим, по статистическим данным в этот раз очень хорошо скрыли за статистикой реальную подтасовку. Подтасовка за счет вот этой фальсификации, ну, примерно треть, то есть примерно треть голосов за Путина очевидно сфальсифицированы, и это видно по статистике. Но другие статистические методы показывают, что две трети сфальсифицированы. Две трети. Неважно как, неважно какими способами, просто статистический метод выделяет фальшивку. И особенно вот эта размытость кривой нормального распределения как раз тоже подтверждает, что КАИБы, так называемые КАИБы, были настроены именно на имитацию этого нормального распределения, которое, если оно не соблюдается, оно как раз и показывает, что происходит фальсификация. Ну, они с помощью вот этой интегрированной электронной системы еще нам, тем, кто любит статистику, показывают, что якобы все было нормально. Ну, мы другие методы имеем вычисления. Меня убеждает в том, что все вот эти петрушки, которые участвовали на выборах, были в сговоре. Ну, думаю, Грудинин, он просто человек наивный, поэтому этого мог не знать и просто не заметить. Все участвовали в фальсификации, потому что не было экзит-пулов никаких. Если так, если это не было, если никто не хотел узнать истинное положение дел, если не было социологии в течение выборов, опубликованы, естественно, закрытые, там понятно, что путинцы вели, исходя из этого и их стратегия удушения Грудинина и происходила. Если никого это действительно не интересовало, значит, все они петрушки. То есть все они разыгрывали нас и устраивали нам спектакль в виде выборов. И Грудинин, вместо того, чтобы сорвать этот спектакль, я предлагал ему сорвать. Я предлагал ему еще до выборов, что если обстоятельства так сложатся, что вы видите, что вы становитесь марионеткой в этом обманном спектакле, просто снимите свою кандидатуру с выборов. И в конце выборов я тоже ему сказал, что все, созрелась ситуация, надо снимать свою кандидатуру. Нет, этот голос был даже не услышан, а некоторые стали вопить провокатор, провокатор. Ну, сейчас, когда вы эти цифры получили, может быть, вы задумаетесь наконец, что прекратите рыдать над поражением, скажете, все цифры фальшивые, и надо было сниматься с этих выборов. И тогда Грудинин сохранился бы как достойный политик. Все бы сказали, даже его противники, которые говорили, это все, вот ты участвуешь, ты разводишь нас всех, обеспечиваешь явку Путину. Тогда бы сказали, да, вот это понятно, вот это понятно, человек поступил достойно. Он бился на выборах, он обратил внимание на ключевые, болевые точки, которые есть в нашей стране и которые и существуют благодаря ныне действующему режиму. Да, где-то там неумело, где-то какие-то оговорки Путина лично не критиковал, все как-то вот старался мягко, новые для себя темы не смог осветить, русский вопрос остался в стороне, миграционная политика, международная политика, военное дело, все это не было у него наговорено и обдумано, поэтому все осталось в стороне. Но все-таки как-то противостоял этому режиму. Если бы снялся накануне выборов, честь и хвала, слава, и мог бы дальше продолжать свою политическую карьеру. А сейчас что? А сейчас я не знаю что. А после похода к Путину и признания итогов голосования, мне лично остается только пожать плечами. Но коль скоро ПДС и НПСР как структура в течение выборов не существовало вообще, то я рекомендую ПДС закончить существование и продолжить существование тех штабов и той структуры региональных контактов, как НПСР, Национально-Патриотические Силы России, как движение, или лучше как пусть будет движение, а внутри движения еще партия такая стерилизованная, которая идет на регистрацию. И вот эту процедуру регистрации надо было бы запустить. Это была моя мысль, я ее постоянно проговаривал в роликах, в личных встречах, в том числе и к руководству, или точнее к координаторам ПДС я тоже с этим обращался, все время подходил к этому, что на самом деле надо было уже на выборах начинать, еще не было этого разочарования, еще и эйфория, надо было говорить, все, мы после выборов сразу это начнем и начать с первого дня. Что вместо... Ну и я со своей стороны сделал определенный вклад. Мы партию Великой России подготовили на 24 число, неделю после выборов, большую конференцию с тем, чтобы можно было публично заявить все наши претензии к выборам, все наши претензии к вот этому изменническому, саботажному штабу КПРФ, все сказать и объявить, что мы начинаем, мы приступаем к формированию партии, движения, вот наши планы. Вместо того, чтобы подхватить то, о чем я говорил, о чем они все знали, были направлены, там письма было сказано, устно что-то. Вместо этого мне стали говорить, что-то мы не понимаем, а зачем вообще эта конференция нужна. Мы лучше тут свой ПДС проведем так вот тихо, мирно и незаметно. Ну, ради бога, проводите ПДС. Но зачем его надо было назначать за день до конференции, прямо накануне конференции, тех же самых людей приглашать, которые приглашены на конференцию. Что это такое? Ну, я мягко один раз, потом пожестче другой, третий раз. Говорю, ну, давайте как-то скоординируем действия. Мы до сих пор это было. Я понимаю, что на выборах возникает такое администрирование и привычка к администрированию, против чего я все время выступал и почему я из штаба НПСР просто ушел, потому что, ну, нет там работы. Если происходит абсурд, вот такое голое администрирование, без формирования вот того, что на самом деле является ценным региональных контактов, человеческих контактов, если этого нет, ну, это все абсурд. Ну, все-таки мы до выборов как-то координировались, а тут вот так вот, такая подножка, да, взять и устроить отдельное обсуждение. То есть мы тут посоветовались, все решили. А теперь мы придем на конференцию, если вообще придем, а можем и не прийти, и просто объявим, мы решили так. Хорошо, тогда если такая позиция вы решили, я тогда сам провожу конференцию. Вы можете прийти, вы можете не прийти, приглашение не отменяется. Приходите, выступайте, заявляйте то, что вы уже решили. Хорошо, но это не значит, что мы, партия Великая Россия, что-то решили. Вы решили, хорошо, объявили. А мы решим как-нибудь погодя. Вы захотите формировать движение или там партию, ради бога, формируйте. Когда сформируете, мы подумаем, стоит ли с вами подписывать какое-то политическое соглашение, проводить какие-то совместные мероприятия. Дальше сами тогда, без нас, без нас. Если не захотели вместе, как мы предлагали, тогда без нас. И на той же конференции мы предлагаем тоже дать старт, объявить такое заявление о намерениях о формировании монархического движения. Уже перезрел этот вопрос, уже там в Кремле уже начали думать, как бы это им монархию объявить, так тихонечко, или по крайней мере представить себе Путина как место блюстителя, и вообще его только вперед ногами из Кремля. Так оно и будет. И вот эта группировка пропутинская, финансируемая путинским воздыхателем и миллиардером Малафиевым, она так и создана под названием «Двуглавый орел». Но на самом деле это никакие не монархисты, это просто запутинцы, которые видят в нем место блюстителя, который вечно будет сидеть в своей должности. Радь бога, путинистам в одну сторону, нам в другую. Вам левая руля, там Зюганов левая руля, путинистам вообще на все наплевать, лишь бы Путин был и обеспечивал их благосостояние, а нам направо, у нас правая руля, у нас правая партия, Великая Россия правая, безусловно, к правому движению относится монархическое движение. НПСР может быть тоже правой организацией, а может и не быть, ну посмотрим. Это теперь их дело, если это будет левая организация, тогда им туда, к КПРФ, к Левому фронту, туда-туда, без нас. А если это будет организация правая, правоцентрическая, примыкающая к нам, к русским националистам, к каким-то бокам, по крайней мере, тогда заключим соглашение и будем использовать то, что мы совместно наработали в течение избирательной кампании. Надо сказать, что и наша партия тоже получила. Мы нигде ни разу, нигде не прикрепили свой лейбл, нигде не сказали, мы Великая Россия, вот мы тут тоже рядом стояли. Ну, в отличие от Левого фронта, который ничуть нас не сильнее, вот он везде внедрил в избирательную агитацию свой лейбл с какой-то стати, и КПРФ на это было согласно. Была символика НПСР, там изредка иногда появлялась где-то в уголке, рядом тоже есть Левый фронт, как будто НПСР вообще можно равнять по статусу с Левым фронтом. Ну, решили вот так уравнять, чтобы Левых было больше, вот два левых символа, один правый. Ну, неважно, мы ни разу не претендовали на это, хотя могли бы тоже поднять скандал, не стали. Теперь тоже, когда мы готовили конференцию, мы сделали баннер НПСР, Великая Россия, все. Ну, может быть, это и промыслительно, что мы на этом баннере сделали два символа НПСР и Великая Россия. Если раньше Великая Россия была каким-то образом интегрирована в НПСР, хотя это только совещание, но интегрирована в качестве представительства, что вот есть представитель Великой России, приходит на совещание НПСР, высказывает какие-то пожелания, участвует в работе и, поскольку имеет право представлять партию, то и подписывает соответствующее решение. Сейчас это время закончилось, в НПСР наши представители будут, если НПСР захочет, но подписывать они ничего не будут, потому что я лично в НПСР больше не состою и не собираюсь состоять. Сформируется там субъект, мы готовы с ним провести переговоры, подписать соглашение, а у нас, собственно, уже есть соглашение, Русский национальный фронт, там есть подписи разных организаций, в том числе и нашей партии Великой России. НПСР сформируется, войдет в состав Русского национального фронта, в ресторане мы будем этому только рады. Вот такая поствыборная ситуация, я рекомендую всем прекратить эти рыдания, что нас обманули, что мы проиграли. Мы ничего не проиграли, мы получили на самом деле очень многое, мы показали, что мы способны провести масштабную кампанию на всю страну, и в этой кампании активнейшее участие принимали русские националисты, национал-патриоты. Мы можем проводить все российские кампании, мы впервые за четверть века участвовали в президентской избирательной кампании, получили опыт, получили множество контактов. Это дорогого стоит. Кто же сказал, что мы должны были бы у жуликов выиграть в жулинической игре? Конечно, мы не могли. Конечно, не могли. Чудо могло быть действительно, если бы там зарубежные партнеры начали бы Путина топтать, но они его просто чуть-чуть попугали и отступили. И поэтому чудо и не произошло. Ну, они же заодно, о чем мы не знали этого, мы хотели, чтобы враги сцепились друг с другом, а мы бы получили плоды от их самопожирания. Да, это тоже было бы хорошо, но этого не произошло. Поэтому чудо не было, и мы, в общем-то, тоже не показали себя во всех аспектах на высоте. Много чего получили, но много чего и провалили. Надо учесть этот опыт. Мы проведем конференцию 24 марта, я надеюсь, что там будет трансляция, запись. И обо всем этом мы готовы поговорить. И всех координаторов НПСР, тех, кто работали в штабах, мы пригласили на эту конференцию, несколько раз пригласили, точно им сказали время, место, предоставляем им слово для выступления. Посмотрим, как они выступят, какой будет у них план дальнейших действий, какие решения они примут. А мы тоже подумаем насчет того, как мы будем действовать в дальнейшем в порядке коалиционной деятельности. В порядке партийной деятельности нам все ясно, мы продолжаем то, что и делали всегда. Мы всегда бились за русскую Россию, русское национальное государство, которое спасет не только русских, но и все коренные народы России, уничтожит олигархию и откроет нам широкий путь развития нашей страны, укрепление ее, восстановление державного статуса, воссоединение земель. Все это возможно только при русской власти. И мы об этом говорили все время. До тех пор, пока не началась избирательная кампания, когда возникли некие соображения. Нас не поймут, нас ли мы какой-то ущерб можем нанести кандидату, тем, что заявляем, что в России должна быть русская власть. Ну, перестали заявлять, как-то все превратилось в административно-командную работу. Это, конечно, никуда не годится. Давайте выходить из состояния этого административного синдрома, поднимать опущенные руки, протирать глаза и готовиться к нашей победе. Мы шли к ней, мы и продолжаем идти, должны продолжать. Раньше мы уже десятилетиями идем. Мы благодарны людям, которые вложились в эти выборы, но вы поработали всего два месяца. А надо было работать десятилетиями. Может быть, и впереди у нас тоже не один год. Надо просто продолжать упорную работу над тем, чтобы победить олигархию и установить в России русскую власть. Россия, русская власть.